готовлю борщ борщ готовлю сегодня на 8 литров кастрюля у меня восьмилитровая варю тут у меня мясо сейчас покинула картошку мясо наварилось ребрышки свиные и покинула картофанчик можете посмотреть пульон идеальный сейчас пассирую лучок лучок пассируется и под шарку сделаю там писали что я пест томата готовлю борщ пест томата никто не готовит я если пест томата готовлю это летом когда есть помидоры свежие я их натираю и большой в блендере и на этом готовлю борщ вместо томата он тогда вкуснее кстати получается но зимой конечно же с томатом лук посолила и такое он должен стать просрачным не румяным а просрачным и все сейчас под щека сварим и встретимся с вами на мукбанке кое-что интересное вам поведаю мои хорошие всем приветик сварила борщ сварила такую кастрюляку борща цвет красный красный уже поела уже мисочку съела надо плиту помыть сейчас кофеек выпью и плиту помою всем приветик вот она я вот давай я сейчас поставлю вас нашу стойку стоять смирно сейчас поставлю вас сама сейчас кофеек заварю настроение хорошее у нас вечер у нас уже с окном темно доме тепло не уютно в доме большом пахнет вкусной едой я знаю многие есть кто не любят запах еды когда в доме я люблю я люблю когда в доме но комнате нет запаха вкусно кухня ну вот так в дом соходишь с улицы с улицы соходишь и сразу в кухню попадаешь с прихожей и такой запах еды стоит конечно приятно приятно так сейчас поставлю кофеек у меня плита с контролем короче это вот вы включаете газ и если он не горит он сам автоматически отключается пока привыкнуть не могу это новые плиты с этим контролем раньше у меня в харькове гефест у меня в харькове гефест плита так на духовку был так на пятерочку записываю на пятерочку сейчас копеек заварю посетим пополкаем кое-что вам расскажу кое-что интересное намоталась сегодня же приходил человек ко мне говорит ну в доме реально такая шара так шапка как в ташкенте как в сауне я же говорю вот это печку как я топлю я утром встала умылась подмылась кофе выкила пошла там пару поленец кинула продавила доме тепло продавила тепло держит сам дом стены толстые стены кирпичные кирпич тут наверно 5 этих 5 рядов выложен 80 сантиметров не мерили стены 80 сантиметров нарушенные стены прикиньте и ту цирку что мне под пуршуйку тяги и перфоратором вырезали потом молоточком и вот этим каким-то валиком потому что подправляли чтоб ровная дыра была чтобы нигде не цеплялась труба а саму тыру перфоратором там все осталось они постучали и продал бы подправили короче стены 80 сантиметров когда вот эту дыру не делали он и смирил рулетка и смирил мастер и сказал 80 сантиметров прикиньте полустые стены и тепло хорошо дом держит вот прогрела вот это сейчас вечером растопила печку больше сварила печку пуршуйку растопила 9-10 вечера на право лет и до утра в доме тепло она уже остывшая будет но сама сам факт в том что в доме будет тепло можно вас включать для меня не то что дорогой был просто зачем тратить вас если есть в буршуйка у меня если есть у меня трава так что можно и на буршуйке приготовить приготовить согреться готовлю исключительно на газу исключительно на газу пойдут морозы разумеется мороз я в буржуйку не буду топить потому что мороз поезд раз ну сами понимаете мороз есть мороз мороз я газ зажгу я уже заживала я уже проверял она тоже хорошо отапливает вот это вечером посетить воски огня воски когда травишки потрескивает это конечно это дорогого стоит вот так просто посетить там стимички полоскать не станешь чем-то заняться просто провести вот так в комфорте после буржуйки время вечернее время так сейчас кофеек заварится форш поела приготовила так вкусно поела так вкусно с чесночком борщик с чесночком с томатной пастой все как лучших ресторанах мира и борщ вот вы когда пишете про борщ что-то вот так он не готовится то есть у 5 10 каждая хозяйка готовит по-своему как я вообще варю борщ у меня на канале я вам показывала мы с вами готовили больше что в германии я вам показывала как готовить борщ как я готовлю и не говорю что это все так абсолютно готовят есть я знаю много людей которые любят соломкой нарисать свеклу морковь именно не так я люблю на терке и потом пастеровать это есть люди не любят так и каждая хозяйка готовит так как она любит я готовлю для себя да если ко мне гости пришли дают то что я себе приготовила но они собираются ко мне прошли например гости скажут вот нам надо именно чтоб соломкой была нарезана я скажу во что обалдели я для вас специально должна соломкой резать если я для себя готовлю я готовлю кастрюлю большая сварила для себя пройдут кто-то в гости я угощу я ни под кого подстраиваться не собираюсь если бы конкретно я знала что ко мне люди придут я бы не спросила что вы любите что вы любите я спросила я приготовила кастрюлю придут угощу не придут не угощу как говорится завтра толщиной ко мне люди прийти завтра такой день вы как раз будете видео смотрите у меня будет 2 шоу как говорится так что вот так все отлично все отлично настроение хорошее немного устала устала в каком плане готовила там что-то потом убирала в таком плане скоро тут на виду марафет будет красивее намного потому что мы сейчас имеем то что имеем я думаю не каждый может купить дом и сразу же мгновение него сделать творец на все нужно время я уже вам это неоднократно говорила часто пишут комментариях как я выдерживаю такой наплыв хейтерство я когда начала канал я сразу знала что очень много в мире завистливых людей все равно будет и сами спуты хейтерство хейтерство откуда вообще возникает я имею ввиду такое злое хейтерство когда люди с такой какой-то ненавистью пишут ну с агрессией это откуда берется доберется от зависти это я прекрасно понимала еще до того как у меня не было канала так что я на youtube пошла я уже была готова что много не здоровых людей тоже будут смотреть по заходите будут писать она все доступность вот это все досволенность я думаю когда нибудь это конечно будет отслеживаться и будет пресекаться потому что вот то что в наше время творится это все досволенность распущенность вот это в комментариях во всем оно должно как-то пресекаться оно должно наказываться клевета ложь вот это я лично такое не вот вы мне часто пишут что я вру я вру я что президент или я премьер-министр я обычная пловерша я вам показываю свою жизнь не врать резонный мир для вас так что я же говорю обращайтесь к правителям к выше к высшим людям которые вам действительно врут они к простым логерам это же идет не только ко мне это ко всем вот кому не сойдешь я вот есть время просто вот с кем вы меня сравниваете вот к этим логерам там очень много логеров есть я просто с любопытства сошла подсчитала что вы им пишете те же самые книги те же самые люди которые мне пишут пишут и тем людям они же и пишут и то же самое вот знаете как будто бы написали один раз текст его скопировали то это там имена меняют имена меня это такое а так один и тот же соученный текст они всем пишут так что я говорю мне вот это хейтерство у меня до одного места я если читаю комментарии если хороший комментарий если плохое увижу сразу удаляю а хорошая всегда сердечки ставлю это я читаю комментарии крайне редко потому что времени не хватает я много работаю и вот так просто сесть я ж не буду так камеру включу не буду что вам все комментарии сочетывать а так у меня времени нет вот сейчас запишу видео попью кофе и буду делами заниматься или просто хочется иногда расслабиться и отдохнуть вот так вот и все по поводу моей мамы еще раз хочу сказать вы такие все любопытные вы постоянно мою маму сотрагиваете в комментариях я не говорила что моя мама осталась в германии я про это вам не говорила моя мама находится в стравнице она проходит у неё была сложная операция реабилитацию нормальную она нигде не прошла у нее проблемы были со здоровьем вы все кто давно на канале вы знали что у нее после операции были проблемы слава богу я в киеве нашла хороший центр я его проплатила хороший центр реабилитации моя мама находится там и у моей мамы она тоже занялась youtube она тоже открыла свой канал я думаю любопытные и все равно найдут и скоро будет у меня в комментариях писать про ее канал ну и человек хочет работать человек тоже хочет как-то себя реализовывать в жизни так что в этом ничего плохого нет тоже много и хейтерство будет много и всего будет но на данный момент мама у меня в киеве так что я сейчас договариваюсь я провожу консультацию по поводу курорта мир город анатолия мир город там тоже очень хорошая лечебница в ее возрасте это необходимо это сбок война закончится скоро у меня такое чувство что скоро я лично это предчувствую то и мама и я можем поехать в хальку я в хальку и вот честно сказать шить после того что было я не смогу на и нажать именно в том месте в те я это все слышала и на себе все это прочувствовала слава богу купила дом дом купила за свои заработанные деньги потому что работала я хоть и лица как говорится я без работы не сидела купила том и у меня сейчас задача заниматься этим домом квартира хорошо может быть вернусь квартиру может быть останусь в этом доме но вот так я чувствую я конечно вам квартиру покажу я конечно буду ездить это разумеется тут не ехать до моей квартиры до моего дома абсолютно два часа поездом два часа и я думаю ну плюс там на такси на машине от вокзала тоже ну три часа грубо говоря мне до дома ехать это грубо говоря ой кофе вкусные и я же говорю в хальков поездку обязательно вам покажу дай бог что все было целое дай бог это главное а то что вот это вы пишите я придумываю что-то я чем что желаю нужным то вам и говорю и по поводу моей мамы она в санатории зачем я должна была вам говорить это старание чтобы потом эти санатории находили туда звонили и какую-то вот эту чепуху туда нести у меня есть такие я понимаю у меня есть хорошие зрители которые знали где моя мама это моя аудитория моей мамы тут в доме нету я одна в доме она не сельские шить и она и не хочет шить вселенной не будет моем то мешать это мой дом я тоже не сельская девочка но мне нравится природа мне нравится свой дом и я покупала когда то я специально его купила без внутренних работ пустой дом купила заехала голые стены все пусто в доме полгода никто не шил доме полгода никто не шил в дом так отсырел пор уже не отапливался это не квартира это частный дом я купила его специально без ремонта я могла добавить деньги купить лучшего в плане ремонта лучше но я хотела именно с нуля именно для себя чтобы сделать все под себя вот например я хочу с той комнаты ванну сделать многие делают ванну и мне писали в комментариях на веранте на веранте я ванну не хочу мне устраивает что что у меня одна комната кухня и ванна меня такой том пол не устраивает мне не надо куча комнат за которую я буду я много работаю у меня времени нет заниматься постоянной уборкой вот это знаете как если большая квартира это каждый день тебе надо что-то делать каждый день я после работы хочу просто отдохнуть и морально и физически у меня работа тяжелая я работаю с людьми у меня работа тяжелая у меня онлайн работа но я работаю с людьми это много энергии собирает это много сил собирает и мне надо вот не время должно быть именно для отдыха чтобы просто съесть и отдохнуть или лечь восстановиться и опять приступать к работе а большой дом купить вот это 5 комнат 10 комнат ну и что я и я ему толку не там я знаю потому что я убирать каждый день не буду у меня на это и времени нет однокомнатный дом это то что тут можно было двухкомнатные сети ванну на веранте но мне вторая комната вообще не нужно кофеек я дом не делаю чтобы его продать или еще что-то себя я хочу такие вы сделаю так что вот так так наелась так наелась такой вкусный борщ такой вкусный по поводу душа опять вот такие вам говорю одеваю купальник у меня купальник есть вы все меня в купальнике и и надеваю купальник выхожу колодцем набирая из колодца в воду я закаленная я отмывались если бы у меня был бы человек чтобы меня снимал усталость им по вам снялась обливались утром такой холодный контрастный тушь я и зимой могу так закаляться я холод не боюсь и здоровьем здоровье соколенное будет так что не переживайте не за что не переживайте помню у меня один день был видео вот вы пишете вы не переживаете один день полки не обобщаю один день полки одно видео выпустила потому что суета суматоха ну не когда работать реально было некогда работать одно видео выпустила уши пишет куда я пропала вчера в эфир не вышло тоже писали куда я пропала дела работа тела так что будут описать на эфиры и все будет все хорошо будет так что думаю самому вам ответила мама не в германии так что расслабьтесь и не переживайте те кто интересуется сердобольно мамой пожалуйста ищите ее канал и канал тоже на ютубе есть уверенно сразу сейчас найдете ваш мой дом нашли ну что вам еще и канал найдете так что у меня на канале много этих шерлока комсов все 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 шейки только почему-то вы все как вы считаете вы находите какую-то правду свою правду но вы одну ложь распространяете одну ложь в планах у меня тоже грандиозная покупка это покупка уже когда война точно закончится я вам эту покупку покажу на эту покупку я уже откладываю деньги у меня будет запас хочу купить тоже одну недвижимость недвижимость городе разумеется после войны и цены вырастут но знаете вот вкладывать деньги в недвижимость это самый хороший капитал это самый хороший неизвестно дальше что будет в жизни а недвижимость она никогда лишней не бывает никогда так что вот так вам всем доброго утром хорошего бодрого настроения и крепкого как это кофе этот кофе опять таки за воду даже за минералку пишут газованная вода в украинской мове вода газована я украинка я шаварю я на русском говорю но я могу какие то я все равно на сушике говорю я говорю на русском языке но я на сушике говорю мне оно простительно я не училась во первых в русской школе не училась я школу окончила украинскую даже одноклассник звонил он сейчас хоть перенаход а я приедешь описать и на стене описать и нам кстати мой канал смотрят он вообще афинивает какой бред про меня пишут человек меня знает с детства афинивает какой бред пишут так что вот так ой кофейок потрясший плана на вечер отдыхать приготовила в доме уют плиту помою обязательно помою плита это самое знаете вот плита в доме это очаг очаг добра для меня плита это самое главное барончик сытый накормленный отдыхает с петушем так что все вот так мне зрительница в личку она с телеграм-группой в личку мне написала не буду говорить кто дала хороший совет по поводу кота какой рыбкой его кормить посоветовала я не буду говорить потому что она просила не разглашать это но хороший совет талант такая специфическая аудитория что нельзя вот это я хотела и в комментариях написать один комментарий написала они налетели это я лучше в личку напишу потому что ну я понимаю не все люди могут выдержать такую несправедливость в большинстве своем у меня комментарии в большинстве своем несправедливые и здравомыслящие люди это понимают так что вот так я счастлива вот честно вам говорю так оно есть немного сегодня устала потому что то все пятое и десятое дрова занесла печку топлю в доме ташкент все мои хорошие буду на этом заканчивать всем хорошего хорошей на этих выходных скорее всего вот не буду вам обещать что потом не написали что вот обещала и эфира не было скорее всего будет эфир а может и не будет я вас предупрежу уже плеща к выходным ну на выходных постараюсь выйти в эфир будет время будет настроение обязательно пообщаюсь чем больше будет хороших комментариев тем больше тем больше будет эфир все всех обнимаю всех целую всем пока пока пока